До начала Всемирных Хоровых Игр осталось ровно 6 месяцев. У организаторов самое напряженное время. Совещание проводится на уровне заместителя председателя правительства России. 5 января на Красной Поляне прошло заседание рабочей группы Оргкомитета по подготовке 9-х Всемирных Хоровых Игр под председательством Ольги Юрьевны Голодец. И были выработаны очередные решения для продвижения процесса подготовки к Всемирным Хоровым Играм, которые в Сочи пройдут с 6 по 16 июля. В Сочи выбран местом проведения Хоровой Олимпиады еще 5 лет назад. С тех пор проводятся организационные мероприятия. Но сейчас подготовка вышла на финишную прямую. Сейчас готовится править постановление главы города о проведении самого мероприятия, который будет в себя включать именно создание организационного комитета, а именно изменение его структуры по сути. Эта структура будет определять 9 направлений, 9 рабочих групп. Каждую рабочую группу будет возглавлять соответствующий куратор, заместитель главы города Сочи. В рамках этих рабочих групп и в рамках этого организационного комитета у нас будет создан оперативный штаб. На всех уровнях, говорят, у Сочи уже есть опыт, а значит не только спортивное, но и самое главное культурное событие лета 2016 года пройдет на самом высоком уровне. Мы очень рады работать с такой дружелюбной командой. У вас есть опыт проведения Олимпийских игр и Формулы-1, и мы уверены, что вы и на этот раз справитесь на ура. В течение трех дней будут проводиться консультации со всеми подразделениями администрации Сочи. Это вопросы транспортной логистики, размещения, волонтерства. Среди участников хоровой Олимпиады будет сводный детский хор России, аналогов которого нет в мире. Нам очень важно всему миру показать. Это ноу-хау. То есть никогда в мире никто в стране не собирал тысячу детей, а в этом хоре дети всех регионов России, причем из столицы региона только три, а семь, то есть это условия из муниципалитетов, районов, сел даже всей страны. И в этом хоре все национальности, все религии, все конфессии. То есть этот хор – это карта и лицо нашей страны. Задача – принять большое количество российских детей. Естественно, будет очень много иностранных гостей. Задумка организаторов – спеть на разных языках мира песню, призывающую к миру и добру. Какую именно, пока держится в секрете. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.